Всем привет на канале ИП. Как и обещаю, рассказываю дальше про браки. Но решили в этот раз вернуться немножко в прошлое, в 90-х лохматый год, 93-й год, наши первые монеты. Вернее, как бы вышли они, конечно, позже у нас появились, в 94-м году, но дата на них 93. И у нас три монетки, две монетки по 2 тина и 20-чик. Давайте начнем с 20-чика. Все три монеты имеют брак, это раскол. Но начнем с крупной монеты, чтобы вам легче было приглядеться, набить глаз. Вот здесь я специально, видите, даже стрелочкой указал, где идет раскольчик. Если внимательно приглядитесь, вот он хорошо виден. Такой вот раскол и уходит сюда на герб. В 93-м году тоже был массовый тираж монет, поэтому дефекты были, расколы были. Единственное, что тогда никто не заморачивался, все были озабочены другими проблемами. Где найти деньги, как их получить, заработать, чтобы купить себе еды и просто заплатить коммуналку. И это уже было счастье. Поэтому мало кто обращал внимание на бракованные монеты. Тем более в обращении вот эти тины были очень непродолжительный срок. Все эти браки были найдены уже намного позже, когда монеты были изъяты из обращения. И в принципе сейчас до сих пор эти браки находят те, у кого есть в кубышках большое количество вот этих тинов. Потому что чаще всего никто не заморачивался и не сдавал их в банк. Их оставляли у себя, потому что они практически ничего не стоили. И теперь пришло время их перебрать, изучить, найти браки и положить либо в свою коллекцию, либо реализовать ее среди коллекционеров. Ну давайте теперь посмотрим на монеты 2 тина. Эти монеты еще меньше были в обращении. Если двадцатки хотя бы чуть-чуть давали на сдачу, то 2 тина и 5 тин, они очень редко получали мы их на сдаче. Я подозреваю, что тираж у них намного меньше, чем у крупных номиналов. Здесь у нас тоже, видите, раскульчик. Тоже вот стрелочкой специально показал. Все хорошо видно. Игорь Павлович сейчас еще попытается вам увеличить. Ну, я вот даже, даже я вот вижу, что очень хорошо камера показывает наличие раскола. Здесь один раскол, а вот эта монета интереснее гораздо. Здесь у нас раскол с двух сторон. Обратите внимание, вот стрелочка стоит, видите? Здесь у нас раскольчик идет. И со стороны герба у нас тоже идет еще один раскольчик. То есть монета имеет два раскола. Один с одной стороны, другой с другой стороны. В принципе, такое встречается довольно нечасто. На царских монетах это можно, очень часто попадалось. А вот на наших казахстанских монетах раскол чаще всего идет с одной стороны. Ну, как видите, все интересно. Коллекционеры, которые собирают братки, как мы их в шутку называем друг друга, эрористы, собирают даже такую мелочь и с удовольствием кладут себе в коллекцию. А тем более, если эта мелочь находится на старых монетах образца 93-го года, которые совсем чуть-чуть были в обращении. Перебирайте свои копилки, свои кубышки. Если вы что-то находите, ватсап написан в шапке нашего канала. Можете на этот ватсап присылать картинки. Огромная просьба сразу присылать картинку. И по возможности, если вы видите брак, сразу на него указывать. Потому что приходит большой объем писем. И иногда ввиду занятости не всегда получается все это внимательно разглядывать. И желательно, если вы сами уже видите брак, то сосредоточить свое внимание именно на этом браке. Тогда я смогу дать вам более-менее верную оценку и подсказать, куда эту монету лучше определить. Всем удачи! Лайкаем, смотрим, делимся с друзьями. И ждем следующих роликов. Всем пока!